Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу БО. Рассказывая о фараоне, говорят мудрецы, Тора повествует нам не только о Древнем Египте, но и о нас самих. Она раскрывает природу нашего упрямства, за которое нам иногда приходится расплачиваться. В каждом из нас есть мудрый Моисей какой-то, частичка, и упрямый фараон. И вот эта непримиримая битва между ними, она в наших сердцах. Так, изучая Тору, знакомясь с ее героями, мы знакомимся с чем? С самим собой. Начинаем лучше понимать мотивы своих поступков, наделяем нашего внутреннего Моисея силой победить фараона, иначе невозможно. Смотрите, каждый день в наших молитвах мы читаем об исходе. Мы читаем об исходе во всех, во почти многих главах Торы. А что такое исход? Многие не понимают или понимают по-разному. Говорили мудрецы, исход это выход из эгоизма, выход из системы, где я это все. Это переход в системе давать. Все, что человек делает в этом мире, он берет и дает. Берем мы легко, да, в основном, а отдаем намного сложнее. А в этом суть, это ведь главное. Невозможно представить себе, что богистичный, зацикленный на себе человек вдруг стал частью тех великих, выходящих из Египта. Так не бывает. Без индивидуального избавления не может быть коллективного. Мы не можем быть участниковым. Фараон считал себя богом. Эта система, как из Египта выйти невозможна. Поэтому и погибли, к сожалению, 80% евреев, так как не смогли изменить себя, не смогли победить внутреннего фараона. В конечном итоге, всякое доброе дело, это, говорят мудрецы, самопожертвование. А любое злодеяние, результат самообожествления. Когда человек творит добро, жертвует ли он на благотворительные цели монетку, там, или посвящает жизнь служению Богу, он говорит, жизнь есть нечто большее, чем я. А когда человек нарушает божественную волю, причем мудрецы написали и в мелочи, и в огромном, да, он совершает деяние такое. Моя река, я сам создал себя. Хорошо то, что я, хорошо для меня, и плохо то, что противоречит моим желаниям. Я сам хозяин своей реальности, я бог, я фараон. Все. Вот такая система. Вдумайтесь, говорят мудрецы, я забочусь только о себе. Как такое может быть? Ведь исход складывается из многих. Значит, думать только о себе, это препятствовать исходу. В одном из писем Любавический Рэбе обратил внимание на одну особенность. Митсва пасхальной жертвы учит нас, что из Египта не выходят в одиночку. Освобождение от египтского рабства не празднуется в одиночку. Потому что если вы сосредоточены на себе, вы не покинули Египет. Вот тут вот суть. Если ты ставишь себя выше других, если ты не чувствуешь связи с другими людьми, если нет у тебя необходимости заботиться о членах семьи, соседях, друзьях, нет никого более порабощенного и ограниченного, чем ты. Внутренний смысл исхода состоит в том, что человек развивает в себе новый подход к жизни. Он перестает видеть реальность с материальной точки зрения своей, жестко эгоистической, и по-новому смотрит на все, что происходит вокруг. Он признает высшую силу, которая управляет всем, и он начинает видеть Бога. А значит правильно видит направление, куда надо двигаться, где спасение, где что, где надежда. А главное, написано, что он тогда видит, где истина. А она в словах мудрецов. Видимый нами физический мир – это иллюзия. Реальный мир располагается на один шаг дальше. Мир Бога, он дальше, а мы пытаемся, так сказать, видеть его не там. Бог везде, но его мир дальше. Повторяю еще раз, физический мир – это иллюзия, и это многое объясняет. Реальный мир, который на шаг дальше, он объяснит все. Брахава от слоха, всего самого-самого лучшего.